коронавирус в китае это реальность когда у меня люди спрашивают андрей там вы не слышали про вирус в китае нет я не слышал это просто все в масках какой думаете я слышал или нет сейчас встретить человека без маски это то же самое что человек без мобильного телефона вирус распространяется друзья и советую вам несмотря на то что если вы живете в россии в украине в белоруссии или где угодно закупить маски потому что уже есть случаи заболевания в россии и вирус распространяется быстро я нахожусь супермаркете чтобы не рисковать своим здоровьем я решил закупиться на пару месяцев вперед такими продуктами которые не пропадают пока еще такой необходимости делать в россии нету но маску носить уже есть смысл потому что уже есть случаи заболевания и смертельные случаи в европе с этим вирусом поэтому советую вам все-таки задуматься об этом даже в машинах люди едут в маске так что это не шутки за мной плохо видно но другие водители все в масках а и и Субтитры создавал DimaTorzok В данный момент у большинства жилых комплексов в Гуанчжоу и других городах стоят ребята в желтых комбинезонах, которые насильно проверяют температуру. Если температура повышенная, то они куда-то увозят людей, потому что есть подозрения на вирус. Если температура обнаруженного ребенка, то ребенка могут забрать одного, а родители могут просто запретить взять с собой. И родители даже не будут знать конкретно, где находится ребенок. И срок изоляции обычно составляет две недели. За это время считается, что вирус должен себя проявить так или иначе. Чтобы перекрыть движение людей из провинции в провинцию и даже из города в город по всему Китаю, люди начали либо засыпать землей дорогу, либо, если у кого-то есть погрузчики, привозили какие-то огромные валуны. То есть так, чтобы просто невозможно было на машине проехать вообще. Таким образом идет полная изоляция Китая. Все города просто пытаются изолировать от внешней угрозы. Повсеместно. 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 Людей из провинции Хубей притесняют и стараются не дать им возможность где-либо проехать. И об этом свидетельствуют многие кадры, когда просто их пытаются чуть ли не убить или насильно заставить их уехать срочно. Даже у меня в жилом комплексе есть объявление, что если вы встретите человека из провинции Хубей, пожалуйста, сообщите полиции. И если они едут на машине с хубейскими номерами, то сразу вызывают полицию. То есть они даже не могут подъехать к жилому комплексу. Я записывал отрывки, когда я поехал в супермаркет. Это было уже почти 5-6 дней назад. И тогда еда еще практически вся была доступна. Но сейчас уже многие супермаркеты и рынки закрыты. И еду гораздо сложнее купить. Поэтому я сделал верную догадку, что, возможно, будет такая проблема. Как только будет доступно сделать оптовый заказ и доставку из Китая, я сделаю оповещение всем, кто у меня есть в WhatsApp. Плюс я сделаю объявление на личной странице ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. То, пожалуйста, подпишитесь по ссылкам ниже и обязательно получите обновление из первых рук. Спасибо.